как быть с массивами переменного размера например я хочу завести массив размера n можно ли сделать так int n c in n и дальше ой стрелочки не в ту сторону c in n а дальше int a n а потом уже с этим массивом что-то делать ответ на этот вопрос сложный смотрите во первых все восемьдесят девятого года не в си плюс плюс а в си так еще нельзя было сделать потому что команда c in эта операция а вот команда int a n это объявление объявление должно быть выше операции так что досвидос по-любому нет можно ли так делать в плюсах сейчас вот конкретно этот компилятор позволяет но это не отведение динамической памяти это введение статической памяти а статическая память чем плоха тем что так можно отводить массивы статического размера типа 10 или 20 или если у вас написано сверху там что-то типа const n равно 5 и тогда вы можете отводить массивы размера 5 но константу нельзя менять а я хочу c in 5 n сделать вернее то есть я хочу поменять на констант на удивление это будет работать но на егэ так писать нельзя смотрите сейчас я напишу ну типа я постоянно так пишу большая на кодблокс просто пробу и мне нужно в основном пробу для каких-то своих целей для решения математических задач поэтому я имел неосторожность на предыдущих ребах тоже так с вами писать понял что потом на экспертной проверки на пробнике все тоже так написали я такой большая сила большая ответственность поэтому сейчас чуть-чуть поподробнее на этом моменте остановились смотрите я напишу пробу которая работает в кодблокс объясню почему не следует так делать ну например а и равно ну ну там давайте а и равно там что и умножить на и и запринтим в еще одном форе мы введем си аут аито запускаешь программу она работает потому что кодблокс понял что я имел в виду и его не волнует то что у меня там что я попытался динамическую память отвести я ввожу там 12 чисел и он вводит на 12 квадратов до 11 но не через пробел 3 через пробел сделаем вот так мы ведем ему 12 он выведет мне квадраты числа для до 11 через пробел вроде все работает одна проблема я вот здесь память отвел как будто бы и на статической переменной а это динамическая переменная на игре так не следует делать ноги мы хотим по-честному отвести память ну там не знаю visual studio такая штука не копириться например в кодблокс копириться кодблокс является более прощающим я сам попался в ту ловушку от которой вас время пытаюсь уберечь когда я говорю о том что лучше кодить на языке который меньше ошибок прощает и тогда вы лучше научитесь кодить когда я говорю про то что питон там ближе в сторону это интерпретатора и меньше более далеко от машинного языка не предлагаю кодить на ассемблере конечно но вот сам же по сути пишу получается в среде которая прощает такие ошибки по-хорошему массив это указатель на его первый элемент что надо сделать после того как вы взяли int a отвести память можно отвести память с помощью команды malloc только она по моему лежит стандартной библиотеке и и тоже можно подключать include std-lib.h молок это такой сишный способ отводить все ваще вместо ее стрим подключает std-lib и std-io если вы хотите пользоваться библиотеками сишными вот такие вот std-lib, std-io тогда вы используете malloc сейчас я покажу синтаксис std-io объясню что такое std-io позволяет использовать функции scanf и print вместо соответственно seen и seout то есть вот например для того чтобы считать число n я бы написал так scanf %d ampersand n выглядит очень сложно на самом деле супер понятно что она делает ну потом если кому-то очень интересно будет я отдельно по c объясню что как-то отличие маленькие от плюсов и почему приятнее писать будьте здоровы визуалный код blocks поменял только ради cnnn да 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 так вот in звездочка а делаем дальше отводим память malloc это от слова memory allocate выделить память делаем это по сишному поэтому подключили библиотеку std-lib сначала сделаем по сишному потом я объясню вам как это сделать не по сишному а по плюс-плюсному короче кстати malloc и вы таки отводите память сколько памяти вам надо n умножить на size of int почему вам нужно столько памяти что такое n это количество ячеек которые вы хотите в массиве получить что только size of int это 4 байта то есть 4 байта это просто количество памяти которое вам нужно ну давайте вот seout size of int это же число его можно значит вывести на экран правильно я говорю запускаем она вводит 4 4 байта отводится под 1 int а какой size of float 4 байта отводится под 1 дабл 8 байт отводится под 1 дабл а какой size of long 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 это целое число под которые отводится 8 байт а int это 4 байта соответственно я создаю массив какого размера я говорю что а будет memory allocate а сюда вписываю n умножить на size of int и он выводит 4 байта на каждый на каждую ячейку умножает это на количество ячеек которые хочу получить в итоге и отводит мне столько памяти при этом а это не переменная типа int а это переменная типа in звездочка эта звездочка важна то есть а это указатель на первый элемент я в а помещаю молок от n на size of int но этот молок к сожалению сам по себе имеет тип не указатели на целый тип а указатель на воит то есть это воет звездочка по умолчанию я сейчас сделаю его in звездочка для этого перед ним в скобках пишу in звездочка можно просто вызубрить эту строчку но только что я вам объяснил что она значит она делает на отводит необходимое количество памяти по-хорошему еще в конце надо освобождать память а то есть free а делать вот это компилиза все работает ну и мы можем сюда там запихивать дальше for и равно нулю и меньше n и плюс плюс да там а это равно нулю например писать потом выписывать что-то там и равно нулю и меньше n и плюс плюс мы можем си аут аи то так си аут неправильно стречки написал и пробел запускаем вводим n вот оно такое что там пошло пошло потому что я забыл n с клавиатуры сочетать что такое n мы не знаем она его просто в какое-то интовая создала и откуда-то там неприятно из неприятного места достала sin n вот с клавиатурой его сочетаем и допустим мы скажем 10 и нажмем enter и она такая 0 0 0 0 10 нулей и допустим мы скажем 100 и она создает массив размера 100 и заполняет его нулями разве не красота ли что произойдет если мы не отведем под нее память я скажу 10 она такая чего 10 раз делается на рите процесс вы теряет какую-то дичь потому что попытался обратиться к какому-то элементу которого не существует в массиве потому что массив то был отведен на какую-то ячейку где памяти это еще не было отведено 100 у полетела прога видите просто шутерн дичь какой-то проблема у него какая-то вместо того чтобы ретернуть ноль он ретернет мне какое-то неприятное число почему такое происходит потому что он пытается обратиться к ячейке массива который не существует в природе мы не отвели под это памяти и пытаемся в эту ячейку что-то записать поэтому молок нужен для того чтобы отводить память теперь давайте насчет того как это сделать по сишному фри описать не обязательно освобождение памяти происходит автоматически когда вы вырубите свою среду для программирования но это не аккуратно то есть когда вы будете промышленно писать надо будет всегда освобождать память который вы заняли но на егэ мы забиваем дальше ну потому что там работа с памятью не важна такая супер аккуратно как потом важно на работе или в учебе в универе уже просто рассказываем что у вас может ждать так вот в плюсах этот in звездочка а можно писать ниже а потом воспользоваться оператором new который тоже отводит память и это уже по плюсовому он уже есть в библиотеке плюсов и стд лайп нам не нужен вот оператор new и мы такие типа int n пишем вот так очень надеюсь что я не перепутал нигде синтаксис это рабочая схема да все видите 10 10 ноликов создает все четко делает я не перепутал синтаксис все красиво 25 на создает 25 нулей короче вот ваша новая строчка вместо int a n вы используете оператор new отводите таким образом память под массив то есть вы таки создаете указатель in звездочка а и в него кладете адрес первого элемента только что созданного массива размера n int n отводит память под n элементов типа int по сути как malloc только вот вместо malloc он new пишет это чуть более визуально удобно и привычное для вас слово вы такие о новый массив создать new это проще многим запомнить почему-то чем malloc malloc memoria локейт мне тоже очень понятно но может быть вам непонятно короче создать массив размера n вот ваша строчка правило правой руки хотите массив пишите строчку все массив есть научились с ним даже немножко работать